Зашли в офис, оформить документы и идем сегодня открывать счет. Вчера открыли ИП для девушки из Москвы. Мы идем в Аршинбанк, начинаем серию обзоров по банкам. Привет, всем привет из Аршинбанка. Сегодня я хотел бы вам рассказать об особенностях вообще банков в Армении, в Ереване. Сегодня я сделаю по каждому из банков обзор, потому что мы так или иначе взаимодействуем с разными банками. Давайте начнем с Аршин. Когда вы захотите сделать перевод на свою карту, которая у вас открыта здесь из России, был вариант до недавнего времени через Тинькофф, через Свифт. Но сейчас в Тинькофф есть ограничения, то есть вы можете отправить платеж от 20 тысяч долларов. Мы используем для переводов Юнистрим. Можно отправлять сразу на свою карту в Аршинбанке, можно получать наличными. Я могу сказать, что это две разные процедуры. Конечно, лучше отправлять наличными, но можно и на карту. Например, вы находитесь где-нибудь за рубежом, у вас карта виза, в рублях, в драмах или в долларах, и вы из российского банка через Юнистрим перечисляете на свою карту. В общем, здесь ситуация такая, что примерно 90% платежей нужно подтверждать. То есть как это выглядит. Вы отправляете, смотрите в Юнистрим, ваш платеж в статусе отправлен. Дальше вы смотрите в приложении Аршинбанка и не обнаруживаете эти деньги, не обнаруживаете платеж. Вы набираете в колл-центр, можно звонить из любой точки мира, переходите на общение с русскоговорящим, задаете вопрос, девушка проверяет, и дальше ваш платеж подтверждается. Но лучше всего, конечно, отправлять на карту драмов, потому что в драмах вы получите быстрее, чем в долларах. И курс очень хорошо играет. Вчера был 6,7 за рубль, сегодня 6,8. Это очень здорово. В принципе, у Аршинбанка вопросов нет. Вот, колл-центр работает очень хорошо, все друг друга понимаем. У нас здесь у клиентов есть и ИП, открытые счета для ИП, и ОООшки. Единственный момент, единственный минус, когда вы заходите в клиент-банк с мобильного приложения. Мы, конечно же, разбалованы в России, мы привыкли, когда все делается из телефона. У меня несколько компаний в России, мы платежи нашим контрагентам отправляем через телефон очень быстро. Здесь такого пока я не вижу и не видел. Все делается через компьютер, открываете через клиент-банк, получаете пароль на каждую операцию и дальше отправляете. Сегодня мы попробуем сделать перевод с российской ООО, Общества с ограниченной ответственностью, через ВЭД, через внешнеэкономическую деятельность, в наш Аршинбанк. Посмотрим, как платеж будет проходить, сколько дней потребуется на перевод, потому что до февральской ситуации я отправлял платежи в Польшу. Платеж проходил за сутки через ВЭД. То есть готовите пакет документов, готовите инвойс, прикрепляете, отправляете в банк на проверку. У нас открыт счет в Тинькофф и дальше уже через проверку. Проверка происходит и платеж улетает в Польшу. Посмотрим, как это происходит здесь, потому что самое главное, наверное, в релокации, это получать платежи из России и отправлять отсюда в Европу, в США, в Среднюю Азию, в Юго-Восточную Азию и так далее. Все, друзья, спасибо вам. Привет из Еревана. Сегодня 32,5 градуса. В принципе, тут очень много гендвагенов. Он на Реш-Ровер новый едет. Все, спасибо, пока.